Всем привет ребят, с вами мистер Ванька и сегодня я записываю новый ролик, сегодня у нас видеоролик будет связан с новой нашей игровой валютой, с танкойнами. Сегодня я хотел бы немножко больше рассказать про неё, рассказать свою точку зрения, рассказать вообще, как лучше возможно покупать для всех тех ребят, которые, например, донатят в игру только на боевые пропуска. У меня есть для вас уже определённое предложение, которое я в данном видеоролике вам попытаюсь рассказать, попытаюсь рассказать вообще, в чём смысл, наверное, какой-то от разработчиков ведётся в этих танкойнах. Ну и, конечно, немножко затронем тему уже наших челленджей. Я в данном месяце ничего вообще абсолютно не рассказывал про челленджи, про танкойны, да, был какой-то анонс, такой вводный видеоролик, в котором я сказал, что вот-вот сейчас всё это дело появится. Но, когда у нас уже появились танкойны, я до сих пор ещё ничего не записал, поэтому сегодня давайте уже рассмотрим нашу новую игровую валюту, посмотрим, насколько изменились цены. Я, конечно, не буду здесь ничего сегодня сравнивать, считать, что будет дороже, что дешевле. Я вам сходу могу сразу с уверенностью сказать, что цены на любой предмет, который имеется сейчас в магазине за танкойны, стал дороже. По какой причине? Ну, что я вам могу сказать? Ну, когда ты хочешь немножечко побольше позарабатывать, то и когда у тебя онлайн в игре ещё при этом падает, то, конечно, цены начинают расти, даже вот при переходе, грубо говоря, на другую валюту. Да, конечно, они там несущественно изменились, не на такие большие цифры, но всё равно цена стала дороже. Плюс ко всему этому, с покупкой данной новой игровой валюты есть тоже определённые проблемы. Какие же проблемы у нас, например, для меня появились? Я человек, который покупает в магазине только боевой пропуск. Боевой пропуск у нас стоит 500 танкойнов. Если посмотреть сейчас прямо на цену танкойнов, и вот, грубо говоря, мне надо 500, я думаю, а зачем я буду закидывать больше? Я смотрю, 400 стоит 129 рублей, 150 стоит 49. То есть, если я, грубо говоря, хочу купить себе один боевой пропуск, потому что я не знаю, какие там будут челленджи дальше, будут ли они вообще, надо ли будут эти танкойны или не надо. Если я вот хотел бы купить бы просто один боевой пропуск, то сейчас мне надо было бы на всё это дело потратить уже 180 рублей. Да, вы скажете 30 рублей, не такие большие цифры, чуть-чуть изменилось, ничего страшного. Но, в общем и целом, если посчитать, какое количество игроков покупает боевые пропуска и выполняет челлендж, то это уже перерастает в довольно-таки большие цифры. Поэтому, для меня, я уже нашёл определённое решение этой проблемы, и сегодня вам также хотел бы предложить мою точку зрения. Если вы набиваете челленджи, грубо говоря, ну, может, там, один месяц набили, следующий не набили, потом через один опять бьёте, да? Вы набиваете и покупаете боевые пропуска, то я бы вам посоветовал приобрести комплект танкойнов, который стоит 399 рублей. Почему именно данный комплект? Да, понятное дело, что чем дороже получается у нас комплект танкойнов, тем больше эффективность и, как бы, экономия больше получается в покупке данной игровой валюте. Но я остановился именно на данных 400 рублях, потому что, по сути, я не могу предсказать, будут ли челленджи долгое время, буду ли я вообще заинтересован в этих челленджах, может, мне там через 2-3 челленджа, я уже скажу, что меня тошнит от этого, я не буду это набивать. Поэтому я перестраховываюсь, я беру всего лишь 1700 танкойнов, заплачу, как, грубо говоря, за 2,5 пропуска. Но при этом, если я беру данный комплект и выполняю последующих 4 челленджа, в общем и целом уже получается определенного рода экономия. Для меня, понятное дело, что это небольшие деньги, но я не привык вкладывать в игру, я привык, наоборот, получать какую-то выгоду для себя уже. Я понимаю, что у многих ребят имеются большие сбережения, то, что для них там вложить какие-то суммы денег в игру, это не составляет большого труда. Для меня это был вообще в свое время определенный принцип. Я не вкладывал деньги в игру, но после ввода наших любимейших челленджей просто произошло так, что я стал тем человеком, которому при любом раскладе нужно было вдонатить в игру. Дабы получить боевой пропуск, получить вторую линейку челленджа и дабы получить какие-то определенные предметы для уже контента, для видеороликов, это жизненно было необходимо для меня. Поэтому сейчас я для себя решил то, что при покупке данного комплекта за 400 рублей я по сути ничего не потеряю, наоборот, даже в какой-то степени сэкономлю. Ну и плюс уже, я думаю, что после этого начнут и в турнирах халявные танкойны появляться. То есть, ну как халявные, их нужно будет, конечно, выигрывать, это не то, что я там, не знаю, просто посижу и мне выдадут танкойны, да, типа как я там какой-нибудь был бы крутой утубер, которому бы сейчас бы 10 тысяч танкойнов просто сходу бы накинули и сказали бы, о, на, пользуйся. Нет, так у нас дела, конечно, не обстоят, но я, безусловно, уверен в том, что сейчас в турнирах уже должны появляться данная вторая игровая валюта и за счет этого я смогу уже спокойнейшим образом себе покупать не только боевые пропуска, возможно, что-то еще интересное, возможно, там какие-нибудь там, не знаю, там контейнеры. Ну, это я так уже образно говорю, понятное дело, что я для себя тут ничего не буду покупать, единственный момент, который бы я мог бы приобрести за танкойны, если бы у меня была бы такая возможность, это был бы премиум аккаунт, но, понятное дело, что, во-первых, у меня премиум аккаунт еще как минимум 2 года умеется в гараже моем любимейшем, да и вообще в игре, ну и плюс ко всему он покупается только за реальные деньги, но не за вторую игровую валюту. По этому поводу я вам все рассказал, 500, именно, вернее, не 500, а 400 рублей вкидываете, на 4 боевых пропуска получается, вы скажете, что 4 там на 4 не хватает, но если вы выполните войну дополнительно, да я думаю, что эта война будет в каждом уже челлендже, ее специально будет сувать, чтобы игроки играли, чтобы получали дополнительные танкойны, и за счет этого можно себе, грубо говоря, там больше половины от одного боевого пропуска уже сходу получить, поэтому как-то так. Что касаемо, ребят, челленджа, давайте я уже запикаюсь в какую-нибудь катку, чтобы что-нибудь мы еще годненькое сыграли, давайте быстрый бой просто бегнем, не помню, на каком там я вооружении оставался. Что касаемо челленджа, я, честно говоря, не сказать, что особо недоволен в плане приза, да, я особо не рассказывал ничего такого по поводу челленджа, по поводу этой войны. Я сказал, что это как бы все стандартно, дефолтно, и особо интереса никакого у меня не имеет. Но я вам скажу с уверенностью то, что скины, которые сейчас у нас имеются в данном челлендже, они довольно-таки неплохие, и за тот самый Gauss Prime стоит, как по мне, набить данный челлендж. При том, что набить нужно всего лишь 1750 звезд, там, не какие-то 850, не какие-то 2000, 1750 звезд, я считаю, что это, ну, явно, как минимум на 250 звезд меньше, чем стандартный дефолтный челлендж. Это значит, что его набить уже как минимум на где-то 4-5 часов быстрее. Ну и, соответственно, еще при этом получить не какую-то там рельсу, которая мне вообще никогда будет не надо, и я никогда с ней играть не буду, или там еще какую-нибудь фигню, да, а получить Gauss Prime, Dictator XT, не сказать, что, конечно, мне этот Dictator XT нужен, но, в принципе, как скинчик, которого у меня нету, довольно-таки неплохое приобретение будет. Что касаемо войны превосходства, многие ребята говорят, что чересчур долго ее набивать, в какой-то степени я с вами соглашусь, но, по сути, все, кроме киллов 7000, можно набить за то время, пока вы бьете сам челлендж. Что касаемо киллов, то здесь довольно-таки такая спорная ситуация. Если бить данный челлендж в режиме Juggernaut, либо же в DM, то, по сути, данное количество киллов приблизительно можно набить за сам челлендж. Да, может быть, там, тысячи две, наверное, звезд вам придется набить, и спокойнейшим образом у вас уже получится наколотить данных 7000 киллов. Ну, либо же вам в матчмейкинге надо просто больше уделять времени и внимания на уничтожение противника, нежели на, например, там, захват точки или быстрый увоз флага, то есть больше держаться к вражескому респу. За счет этого вы можете дополнительно получать киллы, ну и, конечно же, быстрее продвигаться в плане вашей войны и, соответственно, уже быстрее все это дело заканчивать. Поэтому сказать, что данная война превосходств плохая, или сказать, что она хуже, чем та война, за которую просто давали, грубо говоря, 40 недельных контейнеров, и то данные 40 недельных контейнеров давали не всем, а только тем, кто выигрывал. Да, то есть, грубо говоря, там, может, там, танкистов где-то тысяч 30-40, а может того и больше, вообще, по сути, ничего не получили. Поэтому сказать, что она хуже, я не могу. Соответственно, любой танкист, который выполняет даже заданки, сможет выполнить какие-то определенные задания из данной войны, и уже за счет этого, соответственно, получить дополнительные призы. Поэтому я считаю, что это довольно-таки неплохая тема, в связи с тем, всем, что сейчас у нас происходит в игре. Конечно, если смотреть обширнее, я абсолютно не согласен ни с челленджами, ни с войной. Но мы же люди простые, мы принимаем все как есть, продолжаем играть, и нас всегда все устраивает, так, наверное, думают, конечно же, все. Но онлайн-то в игре падает, и, по сути, говорить, что все хорошо, все супер, ну, я точно так говорить не могу. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, ребят, получился. Если вам понравилось, то обязательно не забывайте ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые ролики. Ну, а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok